Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». На прошлой неделе завершил свою работу Петербургский международный экономический форум, в ходе которого был поставлен рекорд. В работе форума приняло участие 17 тысяч человек из 143 стран. Самой многочисленной была делегация Соединенных Штатов Америки, более 550 человек, на втором месте японцы и французы. В ходе работы Петербургского международного экономического форума было подписано 550 соглашений без учета контрактов, являющихся коммерческой тайной, на общую сумму 2 триллиона 365 миллиардов рублей. И это в стране, которую либеральный Запад называет страной-изгоем и жестко массирует экономическими санкциями. В работе Международного экономического форума в северной столице России приняла участие молдавская делегация во главе с президентом страны Игорем Дадоном. Прошел ряд знаковых встреч, немало прозвучало из заявлений. Об этом в частности и о национальной экономике в целом поговорим с участником делегации, доктором экономики, депутатом парламента Владимиром Головатюковым. Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Санкт-Петербург, насколько я знаю, для вас не чужой город. Каковы сегодня впечатления от сегодняшнего Санкт-Петербурга, от того, что вам удалось увидеть не только на полях саммита, но и вне рабочей повестки? Петербург всегда был не просто городом России, это и столица Российской империи. И сегодня по праву называют северной столицей. Культурной столицей. Культурной столицей. Это отмечали буквально все участники и на пленарном заседании, и на финале форума, когда выступал Владимир Владимирович Путин, и другие руководители, президент Франции, и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, и другие цитировали Толстого неоднократно, причем обращали внимание на знаковость проведения такого рода мероприятий именно в Санкт-Петербурге. Сейчас, вот буквально вчера отмечали 315 лет со дня основания города. Петр Первый заложил, помним, прорубил окно в Европу. Все это знаки, которые необходимо учитывать, подводя итоги и давая оценки этому важнейшему мероприятию, ну, можно сказать, мирового масштаба. Ну, вот вопрос, как говорится, человеку, который увидел кухню Петербургского международного форума изнутри. Насколько чувствуется санкционное давление западных стран, в частности США, на Россию, чувствуется на этом форуме? Ведь, скажу, так сказать, не секрет, что очень многих удивило такой вот массированный десант, массированные представительства Запада. Смотрите, глава МВФ, французский президент. Накануне в Сочи побывала и канцлер Германии Меркель. И это как-то, в общем-то, отметили все, в том числе и букет, который Путин вручил госпоже Меркель. Вот насколько есть это ощущение, что санкции, ну, не знаю, как-то давлеют в повестке дня работы форума, или давлели в работе форума и сказываются на экономике? Вы знаете, я уже не первый год участвую в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума. И хочу поделиться вот таким замечанием, что в этот раз меньше чувствовалось вот это давление санкционное. Да, в кулуарах мы встречались с представителями, в том числе и европейских государств, и европейского бизнеса. Конечно, это чувствуется. Но оно не давлеет. Уже говорят о санкционном факторе, как одном из многих, которое усложняет в какой-то степени, в какой-то степени облегчает решение вопроса, ну, по поводу импортозамещения и так далее. Но это уже не главный фактор, который определяет будущее. И это звучало там, траектория экономики Российской Федерации. Я думаю, что это уже отходит на второй план. Чувствуется, что будут какие-то изменения. И мы видим определенную позицию европейского континента, европейского союза, стран европейского союза в отношении санкций. Ну, в молдавской делегации прошел целый ряд встреч, и в частности с руководителем Госдумы, Федерального собрания. Были встречи не только на полях саммита, была встреча и Межпарламентской ассамблеи СНГ. Вот ваша оценка этих встреч, которые проходили в Санкт-Петербурге. Каково ощущение от того, как принимающая сторона относилась к визиту молдавской делегации? Первое, что я хотел бы отметить, это некоторые хотят представить, что у президента нет генеральной линии. Ну, совершенно наоборот. Мы четко видим наличие такой линии, четкой линии. Буквально с первого дня, образно, президент выстраивал эту линию, выполнял те обещания, которые он дал молдавскому народу в предвыборную кампанию. Мы помним, что в январе состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В феврале уже был Евразийский форум в Кишиневе, встреча с председателем Евразийской комиссии. Президент Молдовы Игорь Николаевич Додон обратился к главам государства Евразийского экономического союза по получению статуса страны-наблюдателя. Целый год решались различные правовые вопросы. Это не просто так, что вот какая-то страна захотела, можно я стану? Ну, пожалуйста, остановись. Нет, это серьезно, и тем более впервые. Не было такого статуса вообще, не прописан он был. И вот мы видим, сейчас, буквально две недели назад, Молдова получила этот статус страны-наблюдателя. Единогласно проголосовали все страны. Конечно. За этот период были многочисленные, можно сказать, встречи с президентом Российской Федерации, с главами других государств Евразийского экономического союза. И мы впервые, кстати, участвовали, молдавская делегация участвовала в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-наблюдателя Евразийского экономического союза. И это чувствовалось. Первая встреча, которая произошла в четверг, буквально в 9 утра, эта встреча была молдавской делегацией с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи СНГ Осиповым, опять же, знаково. Мы знаем, какие здесь иногда определенные политические круги дают оценки нашему участию в Содружестве независимых государств. И это был ответ. Мы там присутствуем. Мы важный участник этого Содружества. Более того, я хотел бы отметить, что Молдова участвует в деятельности Межпарламентской ассамблеи главным образом через депутатов-социалистов. Последние два года на всех комиссиях МПА участвуют наши коллеги. И по аграрной, и по правовой, и по другим комиссиям. Ну, это несколько в сторону. Это первая знаковая встреча с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи. Я хотел бы выделить еще не менее важную, а может быть даже и более важную это встреча с председателем Государственной думы, господином Володиным. Встреча была очень важная и по участникам с российской стороны. Был Жуков, был Жириновский. И там обсуждались текучие состояния отношений между нашими государствами. И отметился очень важный момент. Причем отметил его господин Володин. Что улучшение отношений между нашими государствами всецело благодаря действиям президента Игоря Николаевича Додона. Это очень важное заявление с уст столь высокого чиновника Российской Федерации. Я думаю, что это необходимо, чтобы наши граждане знали. Но тут же было отмечено, что вот это улучшение происходит, во-первых, по линии президентов и на уровне территорий. Но это не касается межправительственных отношений. Это не касается в целом межпарламентских отношений. Мы знаем, какая здесь ситуация. Я имею в виду отношения между в целом парламент Республики Молдова и Государственной думой Российской Федерации. То есть это резервы. Очень важная встреча была с руководством Газпрома. Игорь Николаевич встретился с господином Миллером. И там обсуждались вопросы, в том числе и возможного снижения цены на газ для Республики Молдова. Не менее важным был целый ряд встреч с губернаторами. Губернатор Омской области, губернатор Курской области, губернатор Владимирской области и губернатор Красноярского края. Это серьезные регионы, которые в топе инновационного развития, в топе вот такого внутреннего doing business. Поэтому это не менее важно. И что очень, не только важно, но и интересно, прошла встреча с руководством деловой России. И с представителями деловых кругов Российской Федерации. В Молдавской делегации принимали участие советник президента по экономике Елена Валентиновна Горелова, советник президента по сельскому хозяйству и агропромышленному комплексу в целом ИОН Пержу, и советник по внешней политике Аурелью Чикой. Вот госпожа Горелова сделала презентацию, и обратились, Игорь Николаевич так и сказал, мы хотим вас как бы простимулировать, потому что не секрет, в сентябре состоится приезд в форум деловых людей уже здесь, в Кишиневе. И достаточно серьезный десант будет со стороны бизнес-сообщества, бизнес-элит Российской Федерации. Я хотел бы обратить внимание, что представители бизнеса Российской Федерации достаточно серьезно изучают возможности инвестирования в Республику Молдова, но прозвучал один такой настораживающий момент. Высокими являются риски политической нестабильности. И вот когда господин Назаров, руководитель деловой России, обозначил этот риск, многие, я заметил, кивали. То есть... Ситуация изучалась, достаточно было. Конечно, конечно. Поэтому это очень важно для понимания бизнес-элит Молдовы, насколько важны предстоящие парламентские выборы. Если мы так надеемся, уверены, что произойдет смена политического руководства, политических элит, то инвесторы со стороны, во всяком случае, Российской Федерации придут в Молдову со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, вот на что хотелось бы обратить внимание. 143 страны, 17 тысяч участников этого форума. Делегация Молдовы не затерялась ли в полях этого саммита? Насколько чувствовали себя комфортно и востребованным в Санкт-Петербурге? Первое. Нам было оказано максимальное доверие, максимальное уважение. За нами были закреплены, закреплена комната переговорная, где мы принимали губернаторов и других представителей, с кем велись встречи и переговоры. Отношение к нам было превосходное. И мы были узнаваемы. К нам обращались, у нас были Бейджики, Республика Молдова, к нам обращались и политики из других государств, в том числе европейских, и бизнесмены. Поэтому, я думаю, что с этой точки зрения все было нормально. То есть, мы были там не чужими. Насколько мы, журналисты, обратили внимание, ваша делегация находилась практически в первых рядах форума. Да, это тоже, я не хочу сказать, удивительно, неудивительно, но на открытии форума делегации, представители делегации Республики Молдова были в первом ряду буквально по правую сторону от губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко. Хозяина саммита. Города, принимающего форума. Это тоже не случайно. Форум был очень интересен и важен не только с точки зрения представительства формы, но и по содержанию. Это все-таки экономический форум. Два таких знака. Открытие форума. Кто был в президиуме? Ну, образно говоря, кто был на сцене? Интересно. Была Куба, Вьетнам и Центральная Африканская Республика. Это говорит о том, что смещаются полюса экономики. Так точно, так точно. Это очень интересно. Второе. Когда в пятницу финалом форума выступал Владимир Владимирович Путин, кто был президент Франции и заместитель председателя госсовета Китая, премьер-министр Японии и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. То есть, практически вся экономика мира. И я хотел бы обратить внимание наших телезрителей. Девиз, форума. Строим экономику доверия. Вы понимаете? Экономику доверия и принцип доверия вносится в топ всех проблем, которые сегодня порой сотрясают. Это как раз на фоне вот этих экономических войн США и Китай, и вот США и Европа. Как это ни странно, именно вот эта формулировка, которую вы сейчас озвучили, она была и в речи Макрона, и, что самое удивительное, в речи Кристин Лагард. Помним, как часто президент Российской Федерации и многие эксперты достаточно высокого ранга говорили о многополярном мире. Помните? С этой идеей, кстати, выступил год назад и президент Республики Молдова, Игорь Николаевич Дадон, тоже на пленуме, форума. Так вот, сейчас они, чтобы не стать на позицию президента Российской Федерации, и президент Франции, и Кристин Лагард говорили о многопрофильном мире. Ну, понятно. О необходимости обеспечения именно многопрофильного мира. Ну, по сути, это одно и то же. Давление одной страны, оно плохо, нехорошо сказывается на делах всей планеты. Я хотел бы тоже обратить, уже так поближе к экономике, выступление Кристин Лагард было очень интересным, и я думаю, что можно будет как-то вырезать и представить нашим гражданам страны это выступление. На что она обратила внимание? То, о чем мы, вот, депутаты, социалисты и команда президента Игоря Николаевича Дадона говорит. Проблема не в темпах роста. И Лагард с этого начала. Мировая экономика вышла на достаточно высокие темпы роста. Порядка 4% это очень высокие в целом для мировой экономики. Но не в этом дело. Проблема в устойчивости роста. Что будет завтра, через год, через 10 лет? И она обозначила, как она и сказала, а теперь немножко, ложка дегтя. Так вот, первую проблему, которую она обозначила, это высокий уровень внешней задолженности. О чем мы с вами говорим для Молдовы? О том, что у нас порог еще не достигнут, очень такой негативный, но мы темпы увеличения внешней задолженности в республике Молдова зашкаливают. Было 900 миллиардов, 900 миллионов, сейчас 2 миллиарда, публичный долг. Ну, по сути, долг правительства, в два раза за время пребывания этих товарищей у власти. Эти темпы роста, они напрягают. Они должны напрячь. Директор-распорядитель МВФ указала, как главную проблему. И что очень важно, она отметила, вторая проблема, это инфраструктура. Не дороги, не водоснабжение и канализация, а инфраструктура, которая обращена на человека. То есть, здравоохранение, образование. Кстати, вот программа есть, и тут буквально треть, ну, четверть всех секций была посвящена в той или иной степени проблеме образования. Но ведь удивительно это слышать именно из уст главы МВФ. Мы всегда обвиняли, журналисты обвиняли, и не только журналисты, и политологи, и экономисты, обвиняли МВФ в том, что она затягивает страны в область внешнего финансирования, соответственно, увеличивая внешний долг страны. И, опять же, диктовала сокращение именно социальных программ. И вот здесь, смотрите, пересмотр получается, понимание того, что это все вело к сжиманию мировой экономики. Так точно. То есть, мир, мировая экономика вступила в такую стадию, когда это является узким местом. Несколько лет назад, опять же, на Санкт-Петербургском форуме мы заметили очень знаковую вещь. В Японии стало, вы помните, в Советском Союзе всеобщее среднее образование. Обязательно. Да, обязательно. В Японии всеобщее высшее образование обязательно. Вы понимаете, то есть, страна столкнулась с такой проблемой. Будущее развитие, то есть, устойчивость развития, устойчивое решение тех или иных проблем государства упирается в мозги. То есть, все это могут решить именно образованные люди. Конечно, конечно. И еще очень важную проблему, проблема, которая была обозначена, касается нашей страны то же самое. Перейти от стратегии выживания к стратегиям развития. Понимаете? А здесь и мозги, и образованность людей, и здоровье нации, и так далее. Стабильная перспектива. Конечно. То есть, мы должны, вот в Молдове, мы должны понять, наше будущее зависит не только от дорог, это очень важно, не только от теплоцентрали, не только от энергоцентралей, но и от образованности нашего населения. Это обращали все. Вот на бизнес-форуме с деловой Россией говорили бизнесмены, что в Молдове всегда было образованное население. И мы неоднократно с вами говорили, тот факт, что здесь была, скажем так, попытка, хорошо, решение построить единственный в Советском Союзе компьютерный завод, это было признание достаточно высокого уровня не только технологического развития, но и квалифицированной рабочей силы. Квалифицированные рабочие силы, это не только слесарь и токаря, но и программисты, ЭВМщики и многое другое, инженеры. Это все было. Вот мы это должны, это не возврат, это не ностальгия ПССР, это требование современного уровня развития, мировой экономики, если хотите. И еще что я бы хотел отметить, то, что я подчеркивал постоянно после Санкт-Петербургского экономического форума. Каждый год. Если бы наши оппоненты хотя бы ознакомились с этим, или хотя бы были на любой секции, они бы увидели, какие реально проблемы стоят перед российской экономикой, какие реально проблемы стоят перед российской глубинкой, и самое главное, как они планируются быть решаемы. Понимаете? Что нам говорят наши оппоненты? Ориентация на Восток, ориентация на Российскую Федерацию, это консервация технологического развития Молдовы, это возврат патриархата в древность и так далее и тому подобное. Давайте посмотрим, как там эти вопросы решаются. И еще один момент, это уже по результатам бизнес-форума с деловой Россией. Наши перспективы или перспективы наших взаимоотношений с Российской Федерацией, многие сводят к аграрной проблематике, к аграрной продукции. Ну именно так, говорят, мы можем им только импортировать сельхозпродукцию. Там об этом не шло речь, не это главное. Они, как это ни странно, они видят потенциал другой в нас, а мы этого в себе не видим. Понимаете? Опять же, то, что было, технологическое развитие. Ведь у нас же были счетмаш, виброприбор, мизоны и так далее, ведь генная память осталась, клеточная память осталась. Давайте мы этим будем заниматься по маленькому, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Какие-то технологические стадии вот этого большого технологического процесса будем здесь развивать. Да что угодно. Достаточно интересным было выступление одной женщины, дамы. Она представляла очень крупную компанию по осветительным приборам. Она просто сказала, я знаю, как это серьезная проблема для Молдовы, для городов, для сел, для малых городов. Освещение, просто уличное освещение. Мы вам поможем. Мы это сделаем. Причем мы не будем экспортировать. Мы поможем здесь, в Молдове. То есть там у вас в Молдове. Конечно. Понимаете? Это страна, которая активно присутствует в европейских государствах. Она освещает улицы и европейских городов. То есть это нормально, это хорошо. Да, но интеграция всегда шла на пользу, как, в общем-то, и тем, кто интегрирует. И те, в кого интегрируется. Да, это концепция. Посмотрите, что стало с Китаем. Сколько там было перенесено производства и создано производства. Сегодня Китай – это главная мировая мастерская. Да, экспортер мира. Если бы мы можем, хотелось бы вернуться еще раз на поля Санкт-Петербургского международного экономического форума. Но в таком контексте молдавская делегация представляла страну, представляла некую концепцию, чем Молдова может быть интересна российскому бизнесу. И вот ключевые места этой презентации. Я понимаю, что общая характеристика эту характеристику давал президент. Ваша коллега, советник по экономическим вопросам президента Молдовы, Елена Горелова, давала аспекты экономического развития. У вас был свой какой-то там определенный сегмент. Если можно здесь какие-то подробности открыть нам. Мы обращались, вы правильно отметили, Игорь Николаевич дал общую характеристику и подчеркнул не только возможность, но и принципиальную необходимость изменения ситуации с участием российских инвесторов. Уже Елена Валентиновна дала картину, которая характеризует инвестиционную привлекательность Молдовы. Самая главная инвестиционная привлекательность, что мы находимся сегодня в двух зонах свободной торговли. И с Европейским Союзом, и с Турцией, а с другой стороны с Содружеством независимых государств. И это интересно для российских партнеров, но это интересно и для европейских партнеров. Мы знаем определенные взаимные санкции между Евросоюзом и Российской Федерацией, и Молдова может стать площадкой, где эффективно будут сотрудничать европейский капитал и российский капитал с пользой для нашей страны. По всем вопросам, и не только по сельскому хозяйству, по всем вопросам. Понимаете? То есть это и промышленное производство, и наукоемное производство? Все правильно. Я уже сказал, что... Да, там не обозначались конкретно какие-то отрасли, как они называются, там производство водяных насосов или еще чего-то, утюгов и так далее. Но мы готовы работать. Да, сегодня в Молдове есть, и мы вынуждены это констатировать, определенный дефицит рабочей силы. Но он тоже решается. Ведь порядка 600 тысяч граждан только в Российской Федерации находится. Большое количество находится в Европейском Союзе, в Турции, в Израиле и так далее. Вот, кстати, наши телезрители, может быть, не знают, но второе место после Российской Федерации по притоку валюты от трудовых мигрантов в страну занимает не Италия, а занимает Израиль. Понимаете? Вот это интересный момент. Ну, все время Италия, Италия, а вот Израиль на втором месте. То есть, люди, если им обеспечат нормальные рабочие места, нормальный заработок, они с удовольствием вернутся. Я не говорю, что все. Может быть, это и не надо, это сломает рынок труда в Молдове. Но часть из них вернется. Сегодня конъюнктура рынка труда достаточно благоприятна для того, чтобы вернулись многие граждане Молдовы, строители и другие. Они нужны стране. Главное что? Главное производство. Было ощущение заинтересованности представителей российского бизнеса в том, что в проекте Молдовы? Было. Было однозначно. И я это отметил вначале. Была заинтересованность даже по представительству. Мы не ожидали, что столько людей придет. Просто это было открыто. Никто не скрывал, что будет. И когда мы ждали начало с Леной Валентиной Гореловой на улице, на набережной Мойки. И там подходили, здесь будет форум с Молдовой. Говорит, да, а можно зайти? Ну идите. Они говорят, у нас нет в списке. Ну пришлось содействовать. И было очень много людей. Приходило. Не просто праздных, шатающихся по Невскому проспекту. Это недалеко от Невского было. Но люди, которые специально пришли, были некоторые, я не буду называть фамилии, на форуме принимали участие и представители молдавского бизнеса. Они узнали, что будет такой форум и попросили нас включите, помогите нам попасть. И то есть пришли граждане Молдовы, молдавский бизнес пришли и присутствовали, принимали участие в работе этого форума. И тут же завязали нужные контакты. Обменялись телефонами, пригласили. Я думаю, что интерес был стопроцентный со стороны российского бизнеса и со стороны молдавского тоже. Люди, которые знали, что я буду принимать участие в форуме, бизнесмены, не просто учителя и врачи, а бизнесмены. Они выходили ко мне за 2-3 дня до поездки и просили, помогите, давали визитки, найдите моих потенциальных партнеров, вот передайте, мы их ждем, приходите. То есть я думаю, что это, знаете, как в той песне, вот и встретились два одиночества. То есть разрубили по-живому живой организм, а нацеленность-то осталась и молдавского бизнеса в том направлении, и российского бизнеса. Как вы сказали, генетическая память. Конечно, конечно. Статус нашей страны в качестве наблюдателя Евразийского экономического союза спровоцировал интерес или же усилил, может быть, добавил? Вот, правильно, ваше, или интерес у нас не надо провоцировать, он внутри, он есть. Любой бизнесмен знает о своей заинтересованности. Ведь что интересует бизнес? Продажа. Сегодня, как нас не стимулирует, что Европейский союз за 500 миллионов ртов, но не очень-то все это туда и идет. Нет, все это хорошо, все это правильно, нацеленность, технологическое развитие, все это классно. Но молдавская экономика сегодня имеет определенное качество. Вот оно сегодня такое. Через пять лет посмотрим. Но сегодня оно такое. И вот такая у нас есть продукция. Вот такая продукция в Евросоюз не идет. И как ты бизнесмену не говори, как хорош Евросоюз, он понимает, да, хорош. Да, очень классно на Елисейских полях Парижа. Но ему нужно продать, понимаете? А это продается там. И поэтому он уже нацелен. Так вот, получение Молдовой статуса страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе сделало, упростило взаимоотношения. Понимаете? Вот упростило. Почему? Потому что реально есть проблемы. Там уже другие, скажем так, несколько другие требования по стандартам, соответствиям и так далее, чем в СНГ. И это понятно. Это более высокий уровень интеграции. Евразийский экономический союз это более высокий уровень интеграции национальных экономик, нежели Содружество независимых государств. Там несколько другие требования. И когда наши экспортеры осуществляют экспорт в эти страны, они сталкиваются с определенными сложностями. И для того, чтобы эти сложности эффективно решались, вот для этого есть статус страны-наблюдателя. Я уже говорил на одном канале, что мы уже будем не через открытую форточку подглядывать, что у них там происходит, а мы как равный среди равных будем участвовать не на самом высшем уровне. Ведь вопросы решаются на уровне, где решаются, где они могут решаться. То есть, как это все будет происходить? В Евразийской комиссии, в министерствах Евразийской комиссии, то есть в департаментах, там так называется, в комиссиях, в подкомиссиях будет решаться вопрос изменения каких-то стандартов по продукции металлоизделий. Все, приглашаются, идет письмо, официальное письмо правительству Республики Молдова. Уважаемые, такого-то числа состоится заседание такой-то, такой-то группы, где будет номенклатура товаров, код такой-то, такой-то, такой-то. Ваша заинтересованность, если присутствует, просим прислать ответственных работников. Министерство экономики, министерство сельского хозяйства, бизнес конкретный. Они выезжают туда и обсуждают эти реальные вопросы. Все, получают первичный материал. Понимают условия, работа на этом рынке. Конечно, конечно. Вот у нас такое, у нас здесь есть такое, как это можно решить, как можно приблизить. Мы члены ВТО, Россия член ВТО, Армения, Казахстан, Белоруссия. Давайте здесь сделаем что-то общее. Нормально, вопрос снимается, таможенное оформление упрощается, и мы работаем. То есть, это все упрощает, понимаете. Это не стимулирует заинтересованность, оно есть. Оно упрощает процедуры снятия вопросов, решения вопросов. И это нормально. И это мы почувствовали. Потому что президент Игорь Николаевич Дадон участвовал, то есть, Игорь Николаевич Дадон участвовал в работе Санкт-Петербургского экономического форума в качестве президента и в прошлом году. Но такого рода встреч не было. Тогда, опять же, все логично. Тогда решались вопросы политического признания. Они сейчас более-менее решены. Теперь мы опустились ниже, на уровень губернаторов. Понимаете? Тогда встречи были с какими-то губернаторами. Но они были, опять же, политические. Сегодня на повестку дня вышли проблемы экономического взаимодействия. То есть, прикладного характера и возможности их решения. Тем более, я упустил, должен отметить, что в молдавской делегации присутствовали, опять же, на самом высшем уровне представители Гагаузии. Башкан Гагаузии Ирина Влах и заместитель Вадим Чабан. Они тоже принимали участие и в составе общей делегации, и по своим направлениям. Они также встречались с губернаторами, с представителями территории, областей и так далее. Ведь известно, что у Гагаузии есть очень много соглашений и договоров между Гагаузией. С одной стороны, различными областями или районами с Российской Федерацией. Там также решали эти вопросы. Отчасти вы ответили на мой следующий вопрос. Многие эксперты говорят о том, что товары, которые мы экспортируем на Запад и на Восток, в основном разные. И вот по вашей оценке, какие из них мы никогда не сможем продавать в Европе больше, чем в странах восточных регионах, в частности в Российской Федерации? Знаете, Станислав, мы группа экономистов, мы разработали в 2014 году, провели исследование, называется, об экономических последствиях присоединения Молдовы к тогдашнему таможенному союзу. Мы провели исследование, товарную структуру, экспорта, импорта с Российской Федерацией, с другими государствами тогдашнего таможенного союза, это Беларусь, Казахстан и Россия, и Евросоюз. Вывод, конечно, был, мы понимали, каков будет, но мы должны были фактуру, первичный материал. И мы подтвердили свои теоретические догадки. Российский, ну в частности бизнес, не является конкурентом молдавскому бизнесу ни на территории, ни на внутреннем рынке Республики Молдова, ни на рынке Российской Федерации. Что это означает? Это прекрасные условия означают. Конечно. Импорт из Российской Федерации в Молдову не убивает нашего производителя. То есть то, что мы импортируем, либо вообще нету в Республике Молдова, либо оно будет заранее, заведомо, ну, более дорогим для внутреннего потребителя. Да. Лучше, и в этом эффект разделения труда, лучше мы это будем импортировать. Понятно? То есть российский бизнес не является конкурентом молдавскому на территории, на рынке Молдовы. То, что Молдова может сегодня, повторяю, не то, что через пять лет, конкретно сегодня, структура молдавской экономики и так далее, то, что Молдова сегодня может производить и производит, оно, на это есть устойчивый спрос на российском рынке. Это, повторяю, прежде всего, плодовочная продукция. И, ну, несопоставимо просто. Я помню, сколько говорилось о винной, об алкогольной группе. Вот, в Евросоюз и так далее. Никто не спорит, что не надо. Но давайте сопоставлять. В лучшие годы Молдова экспортировала алкоголь в Российскую Федерацию порядка 250 миллионов долларов. Вы понимаете? Сегодня в Евросоюз менее 50. То есть мы потеряли? Нет, в Евросоюз 50. А мы в Россию 250. Мы говорили, говорим и будем говорить. Европейский рынок не может быть альтернативой российскому рынку для молдавского бизнеса по определенным категориям товаров. Это алкоголь, это плодовочная продукция. Не может. Это, что касается этого. Но в Российскую Федерацию мы экспортировали. Уважаемые. Да, мы много говорим о продукции сельского хозяйства. Но ведь не только это. Товарная структура нашего экспорта – это тысячи позиций. Тысячи. И многое мы и сегодня туда экспортируем. Это продукция и даже элементы машин, силовые машины, машины общего назначения. Это легкая промышленность, нити, ткани, всех видов ткани. Это одежда, обувь мы тоже экспортируем туда. Но в отличие от экспорта одежды и обуви в страны Европейского Союза, это не довальческое сырье. Это наше внутреннее производство на 100%. Вы понимаете? Посмотреть, мы очень много экспортируем туда. В последние буквально пару лет одежды и обуви, которые в Российскую Федерацию. То есть потенциал есть. Есть. Резервы есть. И учитывая, ведь мы по плодовочной продукции полностью компенсировали потери, падение экспорта в 2015-2016 годах. Мы вышли на уровень до санкционной по всем практически позициям. Но в целом по экспорту мы не вышли. Мы не вышли по консервам, к сожалению. И мы не вышли по вину. Напомню телезрителям, что ограничение на поставки алкогольной продукции на рынок Российской Федерации был введен в сентябре 2013 года. По плодовочной в августе 2014 года. После подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вот мы по вину и плодовочным консервам не вышли. Потому что там достаточно высокий уровень таможенных пошлин. Это проблема. И сейчас на повестке дня снятие этих пошлин. Ну, чтобы вернуться к режиму свободной торговли с Российской Федерацией. У нас есть режим свободной торговли с Белоруссией, с Казахстаном и другими странами СНГ. Но с Россией мы вышли. Вот выстраивая такую логическую цепочку действий президента страны по продвижению или по вхождению в Евросоюзское экономическое сообщество или союз. Сейчас пока в статусе страны наблюдателя отслеживая эту цепочку, которую вы обозначили. Я поймался на мысли, что получается грядущий форум российско-молдавский, который будет происходить в нашей молдавской столице. Это как бы продолжение получается этого ряда. Это возможность или попытка или наоборот действие по возвращению российских инвесторов к нам. И, будем говорить, притяжением российского рынка, опять же, ближе к молдавским производителям. Насколько я прав в этом утверждении? Вы абсолютно правы. Потому что наша, я не говорю, что цель, задача. Мы учитываем все обстоятельства. Вот смотрите. В сентябре молдороссийский бизнес-форум. В ноябре парламентские выборы. То есть, мы хотим подойти к парламентским выборам во всеоружии. У нас же, знаете... То есть, не декларациями, а уже поступками действиями. Да, конечно. Любовь народа – это очень интересное такое явление. Не потому, что мы хотим понравиться. У нас это последнее, что мы хотим. Мы хотим решить вопросы. И мы хотим с первого дня, чтобы не терять. Мы уже и так очень много потеряли. Мы хотим после смены власти по всему фронту начать наступление. Я имею в виду в экономическом плане. И мы должны быть готовы. И форум, молдороссийский бизнес-форум, мы рассматриваем именно в этом ключе. Показать еще один раз смотр. То есть, провести смотр... Возможности. Конечно, конечно. И уже... А ведь... Я не знаю, сколько прибудет с российской стороны, но сегодня уже заявок, внимание, порядка двухсот. Вы представляете, какой десант. Да, со стороны бизнеса России. Двести бизнес-компаний. Нам бы столько набрать с молдавской стороны. Я думаю, что много, много есть желающих, опять же, непраздно шатающихся людей, которые решают, пытаются решить конкретные свои бизнес-вопросы. Вы знаете, последний, я вот когда буквально минуту, неважно, на бизнес-форуме, я ответил, что волнует бизнес-сообщество. Все опросы, бизнес-опросы показывают, что в топе проблем является уже не доступ к финансам, уже не процентная ставка по банковским кредитам. В топе является сбыт, продажа продукции. Понимаете, у нас на протяжении 40 месяцев снижаются объемы кредитования. Почему? Да потому, что нету реализации, нету бизнес-проектов. И вот выстраивание этой линии, и я обратился к российским партнерам, что вы, когда придете в Молдову, ведь вы построите цепочку, вплоть реализация в сетях в Российской Федерации, там, в Тюмени, Владимирской области и так далее, вплоть до магазина. Не просто вывез, таможню прошел и до свидания, делайте с нашей продукцией, что хотите. На это не все пойдут, а здесь гарантирована реализация через розницу, через магазины, через сетевые маркеты и так далее. Вот это, это очень привлекательно. То есть, начнется движение капитала, как кровь экономики. Конечно, сюда придет российский капитал, он войдет в капитал наших предприятий, и взамен он обеспечит реализацию там. Ну, вот среди проблем, мне кажется, отечественного бизнеса, политическая составляющая еще достаточно велика. Посмотрите, насколько мне известно, бизнесмены, которые давали интервью моим коллегам в отношении оценочных каких-либо заявлений по поводу обретения статуса Молдовой, статуса наблюдателя при Евразийском коммуническом сообществе, говорилось о том, что всей душой открыты, но понимают давление сегодняшних власть, придержащих отношения молдавского бизнеса. Там им прям напрямую уже звучат такие заявления, не вздумайте. И это, в общем-то, страшно, мне кажется. На это я хочу привести слова одного известного политического деятеля, сказанные порядка ста лет назад. Есть сила большее, чем желание тех или иных правительств. Это сила, экономическая необходимость. В том он добавил, которая пробьет себе дорогу, как слепая сила природы. Спасибо вам на таком, в общем-то, достаточно оптимистичном заявлении. И спасибо вам за этот разговор, за этот диалог. Ведь тема, которую мы с вами поднимаем, она, ну, знаете, она не столько, скажется, узкоспецифична, направлена или чисто для интересов людей, занимающихся экономикой. Ведь мы сегодня все напрямую завязаны на экономике. Мы понимаем, насколько зависимы бюджетники от того, что происходит сегодня в экономической сфере Республики Молдова. И это понимание подогревает интерес к тому, что происходит, то, что и делается главой государства для того, чтобы возродить экономику Республики Молдова. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Будем всегда с удовольствием вас ждать в нашей студии. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был депутат парламента от партии социалистов Владимир Головатек. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин